Пережить самоизоляцию одиноким пенсионерам в Новосибирске помогают добровольцы. Тем, кто в силу возраста не может ходить, студенты из волонтерского центра Единой России бесплатно привозят домой продуктовые корзины. Все самое необходимое. О доставке таких посылок расскажет Александр Шпак. Меня зовут Анна, я волонтер в центре Единая Россия. Вот уже 7 лет Анна Лашутина помогает другим. Даже будущую профессию выбрала соответствующую. Врач. В свободное от учебы время участвует в акциях волонтерского центра. Сейчас вот собирает продуктовый набор. Картофель. Это необходимо. Лук. Для того, чтобы убивать микробы. В наборе все самое необходимое. Готовые комплекты волонтеры везут тем, кто не может сам дойти до магазина. Одиноким маломобильным пенсионерам. В машине 20 коробок. Каждую нужно успеть доставить до вечера. Если мы подъедем в течение 30 минут, вам будет удобно? Пожалуйста, подъезжайте. Первый получатель по списку Вера Васильевна Батунова. Волонтеров видеть рада. Гости заходят редко. Как и у вас много. Не переживайте. Уже много лет женщина живет одна. Детей и внуков нет. Из дома выйти не может. Болит нога. Спасибо большое. Забочитесь. Больше не могу ничего сказать. Вера Васильевна всю жизнь отдала медицине. 40 лет трудилась врачом. С Анной, будучи медицинским работником, делятся эмоциями. Вот если человек задумал в медицину пойти, значит, он, я думаю, что он к всей душой относится. И все. Вот тут в сердце сидит. Волонтерский центр «Единая Россия» открыли 26 марта. Записалось туда почти 600 человек. Это волонтеры Победы, студенты НГТУ, медицинских вузов и колледжей, члены Молодой гвардии и члены регионального Красного Креста. За две недели волонтеры помогли сотням жителей Новосибирска. Александр Шпак, Артем Валевич. Новости ОТС.